Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущий всем привет, всем доброго, бодрого утречка. С непривычки, прямо, знаете, даже на вот эту камеру намного стало Палычу легче снимать, легче, продуктивнее, время меньше тратить. Это означает, что скоро времени Палыч сможет все больше и больше пилить материалечка. Будем на разных площадках, собственно говоря, скоро-то YouTube-тю-тю. Ну нет, он, конечно, будет работать через VPN, вы сможете смотреть. Но тут будет меньше материала, материала будет больше в других площадках, стримчанские будут, стримчанские будут как раз и тут, и кое-где еще. Обо всем все расскажу по порядку. Значит, а пока что? Пока все работает, пока, как говорится, машинка пишет, продолжайте с вами вещать. Сегодня поговорим с вами про Наташку, про очередную серию «Пока лето, да». Ну то есть, Тегнеди называется ролик «Пока лето, да». Это я, собственно говоря, подсмотрел немножко в комментариях, какие ей писали, и немножечко своровал, так сказать, идейку. Ну не то, что своровал, просто Палыч позаимствовал, любя. Немножко, кстати, касаемо вот этого, знаете, VPN, отключения монетизации на всех российских YouTube этих отсенцах, каналах, так скажем. Тут, знаете, в чем прикол еще? Только сегодня до меня дошла эта мысля, что Губарева, ведь от этой всей ситуации, казалось бы, наоборот, ну вот так, если вы первоначально подумаете, что она начнет меньше зарабатывать. Ну нет, как там писали в комментариях, меньше купают, купят и еще что-то, наоборот, Губарева будет зарабатывать еще больше. Почему? Ответ очень простой, потому что, смотрите какая штука, вы уже, многие из вас, у вас YouTube не работает, вы заходите через VPN, кто-то, да, там писали, что через, может, смогут смотреть мобильный интернет, но это вопрос времени. Я поначалу тоже смотрел через мобильный интернет, потом у меня и он накрылся, сначала Wi-Fi накрылся, потом мобильный интернет. Собственно говоря, это так же будет у вас, у всех, кто живет в России, значит, YouTube, соответственно, до конца вот эта вся эта канитель перестанет работать, и, собственно говоря, вы сможете заходить туда только через VPN. Но это, по крайней мере, так должно быть в идеале, ну как в идеале, как вот, как происходит сейчас положение дел. В связи с этим, как только вы заходите через VPN, у вас страна, откуда вы смотрите, там, меняется на, неважно, Германия, Франция, Англия, США и так далее, соответственно, для Натахи-то какая, какая штука? Если Натаху бы смотрели с другой, как бы, там, страны, ну, со своей, там, да, это одно дело. Но другое дело, когда Натаху смотрят с Россией, означает, что вся аудитория будет заходить через VPN ее смотреть. И, соответственно, кто ее смотрели из России, там, знаете, за тысячу просмотров ей там падало, ну, может быть, там, 50 центов. Примерно говорю, может быть, утрирую. Соответственно, если на нее будут заходить через VPN из других стран, то там будет падать не 50 центов, а 3 доллара, 2 доллара. Соответственно, доходы возрастут пропорционально. Ну, это так, было небольшое отвлечение. Теперь, значит, непосредственно к теме нашего ролика. Пока лето, да. То есть, знаете, сегодня читаю, значит, ролик, Натаха отправилась вновь на море, океан отдыхать, подзагорать немножечко, отдохнуть. Она ведь не отдыхает, она ведь очень долго трудится, переработалась. Так и сегодня, значит, с лучшими своими подругами, друзьями, семьей, можно сказать. Не побоюсь этого слова, потому что, ну, она здесь позиционирует тебя как семья. Конечно, семья – это громко сказано. Там семья до первого, знаете, какого-то случая, в ее случае. Или до какого-нибудь там скандала, что потом они там из нации перестанут, или дают им что-то общее, там, скажем, чемодан денег, и сразу там все будет понятно. Кто семья там, кому, кто не семья. Ну, это ладно, все второстепенное. Первостепенное, чтобы поехали, значит, все-таки надо отдохнуть со своими друзьями, как так назовите их. И самое главное, знаете, умиляюсь я, поражаюсь, удивляюсь некоторым таким комментам, кто, знаете, пишет такого плана, что, Натеха, пока лето, да, вот стоит тебе отдохнуть, съездить позагорать, покупаться, там, насладиться последними теплыми деньками. Самое главное, понимаете, это в тот момент, когда у нее полный огород этой травы, полный двор там всего заросшего, ни урожая нету, ничего нету, дома бардачин, дома, дома это постоянная стройка, недостроенная, ничего, ничего, вроде бы, казалось бы, за дня в день не делает, но при этом, при всем, значит, она от чего-то умолилась, и пока, значит, лето, она едет отдыхать. Дальше мы можем продолжить с вами вот эту, знаете, политику, линию эту выгнуть и так далее, сказать о том, что дальше начнется у нас что? Осень. То есть пока осень, Натаха, могут также писать о том, что сыра во дворе, ты сиди дома, сиди дома, не высовывай нос со двора, отдыхай. Потом пока зима, но пока зима, что тоже можно не работать, можно покататься на лыжах, полежать на печи, в валенках максимум почистить снег, или, вернее, в ее случае поскрести лопаты по асфальту, то есть опять найти оправдание. Ну, а весной тут опять как бы, да, это сама Натаха завещала, так скажем. Тут уже пока, значит, птички читают пень, цветочки растут, распускаются листочки. Ну, смысл вот этого всего, работы и прочее, тоже надо отдохнуть. Короче, теперь вот, знаете, пока какое-то время года Натаха, и, значит, ничего не работает. Блин, ну, это вообще дичь, короче, одним словом. Короче, главный посыл вы поняли. В общем, едут, едут, как всегда, в этой бричке, камера трясется во все стороны, Танька сидит, и такое ощущение, знаете, что мне показалось сегодня, даже не то, что показалось, я до этого говорил о том, что они там ездят полупьяные по этим дорогам, никто их там не останавливает, документы не проверяет. Сегодня, вот я, знаете, на этом убедился в моменте, когда Танька сказала, один проезжали тот самый Лиман, и, значит, говорит, мы впервые его заметили, до этого его не наблюдали. У меня единственный вопрос, как такое возможно? Просто, понимаете, когда ты едешь по одной и той же дороге, неважно, два раза, три раза, ты замечаешь не то, что Лиман сбоку находится, водоем, ты замечаешь бутылку от Кока-Колы, валяющуюся на дороге, там, если навалялась в том же месте, ты это заметишь. Или какой-то там знак стоял или прочее, ну, какие-то ориентиры там. Или у тебя что, Танюх вместе с Губаревой на пару, географический кретинизм? Я не знаю, там, просто, ну, нет, если так, то, конечно, но я не знаю, как бы, по мне, так это, знаете, просто невозможно было первый раз, когда они ехали, не заметили. Скорее всего, это просто от того, что каждый раз на Танюху пребывает в каком-нибудь дурмане, пьяном в этом угаре, и все в таком духе. Зато, главное, воздух морской она почувствовала, носопырка хорошо работает, учитывая то, что когда все вот эти шашлыки и мошлыки у Губарева, стоит Губарева только мясо потушить, тут как тут, сразу прибегает. Там носопырка хорошо работает, и морской воздух, соответственно, также хорошо почувствовала она. Значит, пока едут, тут я прям не говорю о том, что творится в машине, там, я уверен, что просто, знаете, вакханалия какая-то, вакханалия в плане того, что везде эти бутылки, везде это мусор, возможно, семечки эти жуют и грызут в этой машине, Танька-то семечки не грызет, там, как бы, сами понимаете, да, Танька, что она делает, чупа-чуп слижет, там, возможно, там, да, фантик кидая на пол, но я уверен, что и чипсы едят, и сухарики по дороге едят, и пиво припивают, под ногами эти бутылки, сигареты, все там уже в машине это прожженное, вот она просто не показывает это, но это вот так и есть, какая у нее-то неряшливость, она эта неряшливость проявляется во всем, вы сами прекрасно понимаете, что если у нее дома это бардачина, то это в машине, ну, так, как бы, учитывая то, что не так часто она ее моет, там, смотри, сверху ее, там, обоссыт водой, там, на этом все, а внутри, чтобы помыть, там, где такие были эти моменты, раз в месяц, учитывая то, что у нее машину используют, как телегу, как средство для перевоза, не знаю, всего подряд, так скажем, ладно, короче, едут, прикатили, тут у меня возникает самый главный вопрос, где дед? Собственно говоря, где дед? Казалось бы, море чистое, заход в море хороший, песочек, плюс приехали, я так понимаю, сейчас особо, нет, солнце там есть, ну, наверное, все равно, знаете, погодка может меняется, когда облачка появляются, то есть есть там было, где и спрятаться, и где эта жара не тогда-нибудь сильно бы ощущалась, там, плюс дед бы, как-никак бы, отдохнул на морюшке, но почему-то деда нет, только замечаем мы, значит, Наталью в купальнике, еще там была какая-то одна личность, так скажем, я не знаю просто, кто это, подруга Сони, или подруга Натальи и Танюхи, я вот, честно, я как-то пролистнул, даже не понял, какой там возраст примерно, ну, у этой девушки, женщины, не знаю, сколько ей лет, ладно, это не берем внимание ее, берем то, что деда там нету, а дед, как всегда, мы с вами прекрасно понимаем, находится на данный момент в огороде, поливает, собирает, окучивает, тяпает, кормит эту скотину, и кормит тех самых дочек, сыночек Натальи, дед, ты между тем делом, как я тебе до этого говорил, как я тебе учил, пока нету губолевого дома, значит, этих под зад спинка, и, собственно говоря, заявляешь Натальи о том, что убежали, ну, когда это все, потом, возможно, конечно, много заведет, но это будет потом, и не скоро, а пока что, по крайней мере, хотя бы неделю, 10 дней, 2 недели отдохнешь, без этого всего скотобаза всей этой, скотного двора, короче, как-то так, что не досказал сегодня в ролике, доскажешь с вами, Запалыч, ниже в комментах, собственно говоря, в ближайшие дни до конца все наделаю, я уже, в принципе, там все сделал, сделаю ссылочки, надеюсь, что кто-то подпишется, не подпишется, будем дальше что-то придумывать, выдумывать, но я думаю, что Палыч как-то заинтересует вас, собственно говоря, на сегодня в ролике все, буду с вами прощаться, встречаемся завтра на этом же самом месте, в это же самое время, пока Палыч укапает с Ютуба на конфеты, ролики идут каждый день, как бы тут мотивация, как только перестает капать, Палыч начинает что-то дальше мудрить, хитрить, отключать свою воображалку и лисью хитрость, да, потому что не раз писали о том, что глаза у тебя Палыч лисьи, ну какие лисьи, просто разрез глаз узкий, на этом все, но еще не улыбаются-то очень часто, ладно, это все второстепенное, первостепенное, большое спасибо за ваши активности, большое спасибо вам за то, что проявили такую, знаете, теплоту какую-то, проявили какую-то слова поддержки, выразили, в том ролике, где я записал на 20 с чем-то минут, но ролик, который на канале находится, предпоследний, там, где я сказал вам смотреть до конца, большое спасибо за то, что поддержали, честно не ожидал, было от многих слов, настолько приятно считал их уже вечером, что немножко клак-клак, как сказать, рохотало, клак-клак-клакотало, немножечко в сердце, в душе, подкатывали небольшие такие слезы, но и такие слезы, дайте, были какой-то радости, поэтому еще раз большое спасибо всем за ваши активности, за ваши комментарии, подписки, продолжаем двигаться дальше, будем, как говорится, держать нос по ветру, ориентироваться на все происходящее, в моменте будем принимать решение о том, что в какое направлении двигаться, сюда, туда, сюда, там, сям, короче, разберемся, все на этом, а сегодня все, хорошего вам дня, побольше отдыхайте, кто трудится, кто знаете, находите время для того, чтобы так прям слегонца начальник там не видит, а вы прям там раз-раз там Палыча посмотрели, комментарии написали, в чатике пообщались, там кайфушечки словили, там, ну, позитивное настроение, и, собственно говоря, так отдохнули, начали опять там что-то там трудиться, те, кто, значит, не работает, кто сидит дома, вы больше отдыхайте, дома сидеть не надо, погода еще пока позволяет, поэтому тусим, наслаждаемся воздухом, наслаждаемся, просто, знаете, жизнью, наслаждаемся всеми этими минутами, какие нам даны. Наша жизнь, это самое дорогое и дороже у нас, чем жизнь, кроме наших там еще, естественно, родных, знакомых, родных, детей, близких, так далее, ничего у нас нету. Поэтому, заговорился, я могу говорить очень долго, сами прекрасно знаете, язык без костей, надеюсь, что мы с вами в ближайшее время, к выходным, просто я, знаете, хочу выбрать такие определенные дни, чтобы было удобно и вам, и мне, по которым будем с вами включать стримчанские, стримчанские будем проводить с вами вечерками, возможно, будет один выходной и один как-нибудь день в среде недели, а может быть, два выходных сделаем. Ну, короче, подумаем, где будет больше аудитории, как все это будет происходить, там посмотреть, плюс выберем с вами определенное время, чтобы все заходения на стримчанские, как это обычно бывает, Палыч спонтанно включает стрим, то приходит там 50 человек, когда 100, у вас пришло 150, вообще это наш рекорд был, поэтому чем больше, тем лучше, чарик будет просто, знаете, животрепещущий, мы тут с вами и чаечка заварим, и вкусняшечки каждый возьмет, если будет на другой площадочке, там у вас есть, будет возможность, там не только мне там с вами, ну, как бы трещать, там есть подключение ваших веб-камер, об этом чуть подробнее, поподробнее будет дальше, короче, затеи и задумок очень много, я вообще заговорился, вообще под ТВЦ просто, ролики, что значит мне нужен цифровик, и где я ограничен 9 минутами, 30 секундами, когда у меня ограничений нету, то реально просто до конца нету, не знаю, сколько на телефоне это место, но там чокнутся сколько памяти, поэтому Палыч может бесконечно с вами разговаривать, это хорошо, когда, знаете, Палыч едешь в дороге, там, или включил перед сном его, там засыпаешь, и сам Палыч слушаешь, слушаешь, он там монотонно, что-то там бормочет, особо даже не слушаешь, тебя не надо это понимать, просто Палыч как бы с тобой рядом в этот момент, вот это вот на душевника, в общем, ладно, все, ребята, правда, не буду забивать вам больше голову, хорошего вам вкусного чая, не менее вкусных вкусняшечек, буду на сегодня с вами прощаться, чтобы встретиться с вами вновь, значит, еще раз, всем-всем-всем-всем большая благодарочка, сердечко, смайлик полетел, всем до новых встреч, всем пока, теперь включаем камеру, одной рукой, субтитры, я не знаю, я не знаю, что-то может быть, но я не знаю, Продолжение следует...